Данный материал содержит элементы рекламы. Мы так и не перевернули. Или перевернули, а там снова третий. Сделали еще вчера, так что мы действительно в курсе событий. Кстати, к слову о том, что же происходит в мире интересного. Поскольку мы начинаем наш забег с сегодняшнего дня, есть у нас новости насчет китайских легкоатлеток, которых заподозрили в не самом стандартном. Не в употреблении допинга, нет, нет. А, то есть употребление допинга это уже стандартно. Ну, как бы для спортсменов это уже самое привычное обвинение. В общем, двух легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины. Опа! Опа! Да. Зовут этих двух китайских легкоатлеток Ляо Минсюе и Тун Цзиньхуань. Они победительницы, одна из них, вторая серебряная медалистка в забеге на 400 метров среди женщин на чемпионате Китая. Попали они в поле внимания социальных сетей и местных СМИ из-за своей внешности. Ну, честно говоря, внешность действительно не самая женоподобная. И не женственная. Естественно, конечно же, тот вид спорта, которым они занимаются, накладывают отпечаток. Но я думаю, что и на кадрах, которые вы видите, вы тоже, наверное, засомневались бы, являются ли они женщинами. Да, честно говоря, если просто послушать, как они разговаривают, это абсолютно мужской голос. События эти начали развиваться из-за появления спортсменок на национальном чемпионате по легкой атлетике на дистанции 400 метров среди женщин. Но, однако, какое-то время назад подобные сомнения у поклонников тоже возникали. Однако тогда Ассоциация легкой атлетики Китая официально заявила, что эти легкоатлетки – девушки. Слушайте, ну, на самом деле, так же просто проверить. Подходишь. Во-первых, у них виден кадык. Ну, а вдруг… Я посмотрел видео, там виден кадык. Я специально пересмотрел несколько раз, и каждый раз там все равно виден кадык. Во-вторых, ну, есть и другие способы проверить. Нет. Ну, знаете, ага, понятно. Ну, слушай, Ассоциация легкой атлетов заявила, что все в порядке, значит, им надо верить. А, написанному верить. Да. Ладно, хорошо. В общем, кто они, мужчины или девушки, я думаю, в Китае сами разберутся. В крайнем случае, какая разница? Это правда. Главное, что бегают быстро. Будем толерантными. Итак, о чем еще мы сегодня расскажем в программе. Превратить себя в кинозвезд. Быть дайвером, когда тебе почти век. Ярмарка вакансий. Но сперва коротко о сегодняшней дате. Напоминаем, сегодня 4 сентября. Сегодня, 4 сентября, в нашей республике отмечается День работника таможенной службы. Она обеспечивает экономическую безопасность государства. Так что всех работников этой службы мы с удовольствием поздравляем с праздником. Ну а далее коротко о других важных событиях сегодняшнего дня. 4 сентября 1837 года известный художник и электрик-любитель Самуэль Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение – телеграф. Проект был наивен и чрезвычайно сложен, однако произвел на приглашенных впечатления. Преуспевающий промышленник Стивен Вейл предложил Морзе 2000 долларов и помещение для опытов, а также помощь своего сына Альфреда. В течение четырех месяцев телеграфный аппарат был усовершенствован. И главное, Морзе разработал свою поистине знаменитую азбуку – сочетание точек и тире. В этот день, в 1975 году, на экраны впервые вышло уникальное телешоу «Что, где, когда». Ценность этого состязания была в том, что участники демонстрировали не только высочайший интеллект, но и пропагандировали книги, доминирование просвещения и новый взгляд на прогрессивность мышления. Участвовать в необычном состязании умов было престижно, но немаловажно и то, что была предоставлена возможность в прямом эфире заработать приличную сумму денег. Безусловно, приоритетом обладали сильные и целеустремленные личности, для которых личное развитие и интеллект были первостепенными. Сегодня все жители Лос-Анджелеса празднуют день основания своего города. Первое поселение на этом месте было основано испанскими миссионерами в 1781 году. К началу XIX века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии, сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Город состоит из множества небольших городков и районов, от Вишенебельного Санта-Моники до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Молдова осталась в первой десятке рейтинга стран, наиболее часто посещающих Россию. Зафиксировалась она на девятой строчке. Это значит, что за прошлый год 189 тысяч молдаван посетила Российскую Федерацию. Об этом свидетельствует обнародованный Турстатом рейтинг въездного туризма в Российскую Федерацию, в котором безоговорочно лидирует Украина с 3,5 миллионами поездок. У Молдовы спад на целых 17%. Ну а что касается выездного рейтинга, выездного туризма из Российской Федерации, то наибольшей посещаемостью как у россиян, так и у граждан Республики Молдова осталась Турция, куда совершено более 2,5 миллионов поездок. Молдова в рейтинге на 36-м месте. Ее в качестве туристического направления выбрало 98 тысяч граждан Российской Федерации, на 11% меньше первого полугодия 2018-го. Новость, которая наверняка может порадовать всех представительниц прекрасного пола. Ну, это я сейчас в твою сторону шпильку отправил. Говорят, на пенсии, Таис, жизнь только начинается. Ну, мне до пенсии, Дим, знаешь ли, дольше жить, чем тебе. Так что, что там, говоришь, на старости интересного происходит? Ладно, расскажу. Самый старый дайвер в мире, ветеран Второй мировой войны, побил свой собственный рекорд. Он провел на глубине океана почти что 50 минут. Так, любитель острых ощущений отметил свой 96-й день рождения. Зинобия. Грузовой паром, затонувший у берегов Кипра в 80-м году, одно из самых популярных мест для дайвинга. Именно его исследованием и занимается ветеран Рэй Вули. Третий год подряд старейший из аквалангистов погружается на дно океана. На этот раз рекорд составил 42,5 метра. Но на этом рекордсмен не намерен останавливаться. В будущем он обещает улучшить свои результаты, если позволит здоровье. К слову сказать, дайвингом Рэй занимается 59 лет. Любимое хобби и физические нагрузки – вот, по его словам, и весь секрет долголетия. Про ветерана-рекордсмена уже сняли документальный фильм под названием «В 90 лет жизнь только начинается». Картину покажет на кинофестивале в Боснии и Герцеговине. Не обойдем этим утром и новости из серии «Вокруг спорта». Нападающие «Вентуса» Криштиану Роналду и форвард-пассажир «Неймар» снялись в рекламе португальского оператора и провайдера, представляющего услуги фиксированной и мобильной связи. Роналду опубликовал это видео в своем инстаграме. В ролике они с бразильцем в образе дворян дерутся на шпагах, которые во время поединка вдруг превращаются в световые мечи. Из легендарной голливудской франшизы «Звездные войны». Ловкость рук и никакого мошенничества. Повелитель карт. Так в Китае называют 11-летнего Ванкая. Да, для того, чтобы разрезать фрукты или овощи, ему абсолютно не нужен ни нож, ни какой-либо другой острый предмет. Единственное, что ему необходимо, это колода игральных карт. Так проходит обычная тренировка Ванкая. Карты, как орудие боевого искусства, арбуз в качестве мишени, который держит в руках отец мальчика. Ванкай может точно и правильно рассчитать силу броска. Освоить этот навык ему помогли занятия кунг-фу. Изучению древнего боевого искусства в родном городе Наньян мальчик посвятил 6 лет. А 4 года назад он начал бросать игральные карты в предметы. Ванкай может разрезать воздушные шары, овощи, арбузы. Или, например, с помощью карты потушить свечу с расстояния в несколько метров. Видя с одной из тренировок, мальчика попала в сеть и сразу сделала его знаменитостью. Ванкай даже появился на китайском шоу «Талантов». Сейчас у юного дарования больше 200 тысяч подписчиков. Легендарный советский футболист Игорь Добровольский получил гражданство Молдовы. Соответствующий указ президента Игоря Дадона опубликован во внеочередном выпуске официального монитора. Добровольский родился в 1967 году на Украине, но жил и учился играть в спортивной школе Тирасполя. С 1985 года стал играть в ведущей команде Молдавской СССР «Нистру», а затем в команде «Динамо Москва». В составе сборной СССР был чемпионом летних Олимпийских игр 1988 года, победителем Лиги чемпионов 1993 года. Неоднократно играл и за молдавскую сборную, а также был ее главным тренером. Прилавки столичных магазинов переполнены фруктами и овощами. Порой даже не знаю, что, чтобы выбрать вкусненького для того, чтобы побаловать себя. Потому что фрукты, они же не только вкусные, но еще и полезные. В них содержится огромное количество витаминов, которые способствуют отличной работе пищеварения, да и организма в целом. Однако, осенью следует обратить внимание на те фрукты, которые помогут укрепить иммунитет перед зимой. О каких именно фруктах идет речь, расскажем далее. Добавить осенью в рацион пахчевые культуры – правильное решение. Тем более, что они скоро закончатся и нужно успеть ими насладиться. Арбуз прекрасно помогает снижать холестерин, очищает почки и кишечник. Дыня содержит в себе много витаминов и клетчатку. Плод полезен для очищения желудочно-кишечного тракта. Большую пользу иммунитету приносят и сливы. Плоды, особенно синие, содержат целый набор витаминов. Слива приносит пользу в профилактике болезней желудка и органов пищеварительной системы. Она выводит соли из организма, улучшает состав крови. Слива оказывает целебное действие при атеросклерозе, болезнях печени, сердца, почек, при гипертонии. Не стоит игнорировать и айву, ведь она тоже содержит витамины В, С, Е. Душистый плод обладает общеукрепляющими, кровоостанавливающими, антисептическими и вяжущими свойствами. Айва благоприятно воздействует на психику, бодрит, улучшает настроение. Слизь из семян айвы обладает обволакивающим, смягчающим, антисептическим действием. Прекрасно повышает иммунитет и виноград. Он полезен для профилактики сердечных приступов. Также его польза обнаружена при астме, несварении желудка, проблемах с печенью, хронической усталости. Виноград богат такими веществами, как антиоксиданты, и оказывает мощное омолаживающее воздействие на организм. Продукт помогает бороться с усталостью, депрессией, благотворно влияет на состав крови, повышает уровень гемоглобина. Очень полезна для организма и груша. Фрукт способствует снижению давления, улучшает обмен веществ и даже помогает бороться с лишним весом. Любители соков и компотов могут даже готовить эти напитки из груши, которые тоже укрепят здоровье. Яблоки также должны присутствовать в рационе. Особую пользу они приносят при употреблении их в свежем виде. Древние мудрецы даже говорили, что человек, который съедает каждый день по два яблока, никогда не будет болеть. В яблоках содержатся витамины В, С, Е, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновая кислота и пиродоксин. Этот фрукт укрепляет сосуды, помогает при авитаминозе, а также улучшает цвет лица. Люди, страдающие от проблем с пищеварением, могут употреблять яблоки в запеченном виде, добавив к ним орехи, мед и корицу. Содержащих витаминов, фруктов много. Все они заслуживают того, чтобы включить их в ежедневный рацион. Они очень полезные и совершенно не грозят лишними килограммами. Вкусной вам осени! Популярная женская бьюти процедура по наращиванию ресниц оказалась опасной. По словам врача из британской офтальмологической клиники Эльзабет Хоукс, в последнее время наблюдается рост численности глазных инфекций, которые связаны с применением фальшивых ресниц. В качестве примера этот врач приводит хроническое воспалительное заболевание блефорит. Которое проявляется в виде таких небольших опухолевых наростов под ресницами. Хоукс также напомнил, что ресницы в первую очередь предназначены для защиты глаз от пыли и микробов, а также крайне важны для сохранения зрения. Именно поэтому не стоит злоупотреблять подобными процедурами. А еще в июне ученые доказали, что процесс создания селфи, оказывается, тоже приводит к раннему старению. Как так? Представь себе, нельзя красиво стать ни с ресничками фальшивыми, теперь уже и селфи тоже запрещено. Новое исследование показало, что голубой свет, который исходит от экрана смартфонов, вызывает преждевременное старение. То есть такой вот негативный эффект на кожу лица. Ведь длительное нахождение под этим излучением может вызвать сильное окислительное повреждение. Время от времени человеку с утра нужен, правда, необходим какой-то своеобразный допинг для того, чтобы максимально хорошо и легко проснуться. Ты говоришь о каком-нибудь вкусном напитке бодрячем, например, кофе, чай. Зеленый чай. Да, отлично. Тонизирует. Богат этиоксидантами. Видно, по-тоиск, как он тонизирует. Она сегодня какая-то слишком бодрая. В общем, пока вы можете тоже заварить себе что-нибудь вкусненькое, в это время, конечно, одним глазом поглядывая в сторону рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Тыргл де карьере, ярмарка вакансий, крупнейший организатор кадровых мероприятий в Румынии и Республике Молдова объявляет о начале нового сезона мероприятий для тех, кто ищет работу, а также для тех компаний, которые ищут себе сотрудников. В каждом из мероприятий примут участие от 1200 до 8 тысяч человек, которые ищут работу, особенно молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Области, в которых будут представлены вакансии, включают сферу розничной торговли, управления персоналом, инжиниринга, финансово-банковского дела, автомобильной промышленности, туризма, бухгалтерского учета, консалтинга и информационных технологий. В Кишиневе ярмарка вакансий пройдет в период с 1 по 2 ноября 2019 года. Мероприятия, проводимые два раза в год, весной и осенью, объединяют работодателей и кандидатов, а прямое взаимодействие между ними существенно увеличивает шансы обеих сторон профессионально реализовать себя. Более 400 компаний и более 30 тысяч потенциальных кандидатов участвуют в двух сезонах подобных кадровых мероприятий. Ну что, и снова в школу шкалята с расстроенными лицами, идут по улицам, родители и тащат. Родители тоже плачут, учителя плачут, все плачут. Согласен, ты почему-то тоже плачешь. По старой памяти ты знаешь. Хочешь обратно в школу, да. На самом деле все ученики делятся на тех, кто хочет в школу и на тех, кого туда, чем, хлыстом не отправишь. Ну разве что порядненько, можно заманить. Но чтобы нравилось входить в школу, многие из них креативят. Причем как учителя, так и ученики. Смотрите следующую подборку. В этих кабинетах каждый день идет борьба. Преподаватели пытаются завоевать внимание учеников, а это задачка со звездочкой. Современные школьники и студенты жаждут знаний и зрелищ. Вот, казалось бы, обычный интерактивный урок геометрии. Но вдруг видео прерывается и начинается странный диалог. О, это очень неловко. Простите. Я говорю, это очень неловко. Постойте, я вас смущаю. Почему вам не подняться и не сказать мне это в лицо? Удивление студентов, преподаватель вдруг попадает и в видео на экране. Начинается борьба с незнакомцем. Кстати, человек на видео – это все тот же учитель, только в головном уборе. В итоге незнакомец в бейсболке победил педагога, а затем сошел с экрана, чтобы вместо него продолжать лекцию. Чудеса. А это знаменитый американский профессор Уолтер Левин. Нудные лекции по физике он превращает в настоящее шоу. Вот он катается на велосипеде, а вместо двигателя – огнетушитель. Да, ради науки он готов даже рискнуть здоровьем. Профессор приставил 15-килограммовый маятник к подбородку. Малейший случайный толчок, и шар уже полетит немного дальше. Закон сохранения энергии. И это будет моя последняя лекция. И никаких автографов после. Интрига. Студенты приготовили телефоны и с замиранием сердца следят за экспериментом. Профессор жив, студенты довольны, а видеозапись урока набирает десятки тысяч просмотров в интернете. Некоторые преподаватели начинают свои уроки с эффектного появления, и этот учитель зашел в аудиторию словно боксер на ринг. А эта девушка, наоборот, креативно встречает детвору в маске супергероя. Вот еще один вариант, как превратить урок в запоминающееся событие. Почему бы не рассказать арифметику с помощью речитатива? У каждого педагога свой подход к ученикам. Отечественные преподаватели, например, привлекают внимание аудитории тонким троллингом и с юмором встречают опоздавших студентов. В общем, в этом деле все методы хороши. Главное – отнестись к своей работе творчески. Даже скучный предмет может оживить незаурядный преподаватель, а креативный подход к обучению заинтересует самого несносного ученика. Спонсор показа – Ханса. Ханса, готен аппетит. Доброе утро, новое утро еще раз. Здравствуйте, еще раз. Утро полезное, питательное. Наши дорогие и горячолюбимые. В общем, погода, как говорят синоптики, будет портиться. Да, осень все-таки пришла. Поэтому надо хоть что-то делать для того, чтобы настроение оставалось на высоте. Нет, я предлагаю сегодня переместиться в Великобританию, где погода будет такая же, как и у нас совсем скоро. В общем, готовим сегодня абсолютно британский завтрак. И нет, это не ваши там какие-то банальные… Обсянки, сэр. Обсянки, сэр. Или яичница с беконом. Этого нам не надо. Сегодня у нас крамбл. Банановый крамбл. А помимо крамбла у нас в гостях Антонина из компании Топшоп. Доброе утро. Я и крамбл. Вот надо людям объяснить, что такое крамбл. Что это такое? Слова какие-то нерусские. Это смесь, которая становится крошкой, а начинка может использоваться любая. А если женщина становится крошкой, она тоже крамбл? Нет, тогда она бэйби. Тоже английский вариант. То есть, в общем, мы сегодня готовим какой-то тестовый бэйби. Традиционный английский десерт. Да, традиционный английский десерт. Как готовить его будет? Да, в первую очередь, что у нас за агрегат стоит и чем он нам сегодня будет полезен. Я бы тоже лучше начала именно с этого. Это не блендер и не измельчитель. Это гораздо круче. Носит он название Delimano. Мультипрактик 7 в 1. Это кухонный комбайн. То есть, он сможет решить очень много задач на вашей кухне. 7-7 наберешься. Да, очень много действительно то, с чем он сможет справиться. Я буду в процессе рассказывать. Но хотела бы, конечно же, начать с акции. Акция заключается в том, что сегодня такой кухонный комбайн всем дозвонившимся по номеру 022-264-102 достанется со скидкой в 40%. То есть, практически половину. How much? Звоните, консультанты вам все расскажут. Вот так. Интриги сохраняет. Вот так вот сегодня интрига. Хорошо, давайте тогда приступать к готовке. В первую очередь, принципы приготовления. Давайте пробежимся, чтобы понимать, что мы делаем. Что нам делать-то надо? Сегодня, да. Сегодня мы поменялись ролями. Я сегодня верховожу. Давайте. Значит, сейчас мы будем при помощи вот такого вот реверсивного диска. Знаете, как в Европе реверсивные дороги. Да, да, да. У нас реверсивный диск. Я впервые в своей жизни вижу женщину, которая знает слово реверсивный. Я получилась на правах, Дмитрий. При помощи такого реверсивного диска мы сейчас будем нарезать ломтиками банан. То есть вот, смотрите, с этой стороны, если вы кладете вот так вот, вам кухонный комбайн выдает ломтики. Если же вы его переворачиваете, то получается, что вы сможете натирать овощи. Прелесть. Хорошо, значит, банан у нас будет, я так понимаю, первым слоем. Мы идем поступательно. Значит, банан мы выложим в форму, правильно? Да, да. После этого в чем будет наша задача? То есть банан, нарезанный ломтиками точнее, мы выкладываем в форму на дно. Затем сверху мы будем добавлять основу. А основа из чего состоит? О-хо-хо-хоу! Смотри, она сама все делает. Трым, ушел банан. Ты видела? Да, наш кухонный комбайн оснащен двумя скоростями, а также кнопкой импульсного режима. А что такое импульсный режим? Что это такое? При нажатии этой кнопки комбайн будет работать на максимальной скорости до тех пор, пока вы сами не отпустите. Ага. Прекрасно. Смотри, даже держать не надо. Прекрасно. Если же это какие-то другие овощи или фрукты, у вас также есть вот такой вот толкатель. Хочешь попробовать? Я доверю тебе. Мне нравится наблюдать за процессом, на того, как кто-то работает. Как ты всегда делаешь на кухне. Так, еще раз. Завораживающее зрелище. Да. Это очень напоминает, знаешь, когда давным-давно в семье появилась первая автоматическая стиральная машина. Вы сидели и смотрели, как она стирала. До этого мы же видели только вот эти вот, знаешь, где-то барабам сверху. Да, да, да. И то было интересно посмотреть, как там водичка плещется, а потом, когда появилась первая, вот ты тоже так смотришь, так красивенько. Она вращает. И все, зачем нам новая стиральная машина? Если можно комбайн приобрести. И действительно, смотрите, ломтики получились, надо же. Вещи ты не съешь потом, правильно? Это прекрасно. А банан легче. Значит, туда их давайте высыпем. Это могут быть огурцы, цукини, кабачки, в общем, все, что захотите. Но не в случае с этим скрабом. Имеется в виду, что, в принципе, можно их нарезать. Так, хорошо. Значит, я их фигурно выложу. После этого мы смешиваем какие ингредиенты? Прямо сейчас мы в эту чашу добавляем муку. Так, в количестве 90 граммов. 90 граммов муки. То есть 3 столовые ложки. И сахар 70 граммов. Это тоже 3 столовые ложки, потому что разное количество муки и сахара помещается в столовую ложку. Ты знаешь. И вы хотите сказать сейчас, Дима, прости, что это все станет крошкой, если масло холодное туда объединить? А про масло мы не сказали. Муку, сахар и обязательно масло. То есть сейчас я сменю насадку. Сейчас мы поставим ту самую насадку, которая замешивает тесто. Она может сделать густое, либо жидкое тесто. Для домашней пасты, пиццы, хлеба. В общем, пока вы наполняете чашу... А, наполняете чашу ингредиентами. Дима, наполняйте чашу ингредиентами. А что добавить? Пожалуйста, мука тебе 3 столовые ложки. Вот что лишний раз доказывает, что мужчины нас не слушают, женщины. Мы только что с Тоней обсудили все необходимые пропорции. Мука. Я слышу только... 90 граммов муки. На фоне там что-то такое. Итак, 3 столовые ложки муки и 3 столовые ложки сахара, Дима. А после этого еще и масло. Так, а муки сколько? Прямо в чашу. 3. Ты издеваешься? Да. И вот мне с этим человеком каждое утро работать приходится. Только представьте. Раз. Давайте помолчим, тогда я расскажу лучше про наш... Давайте. Кухонный комбайн, мультипрактик, который называется «Семь в одном». Я бы еще хотела сказать, что этот кухонный комбайн оснащен, простите, умной системой, которая сама автоматически подбирает мощность и количество оборотов в минуту. От 1300 до 17,5 тысяч оборотов в минуту. Угу. Комбайн будет сам подбирать. А что еще можно им делать? Да, давайте пройдемся тогда быстро. Значит, есть еще вот такая вот насадка, при помощи S-образная, при помощи которой вы сможете переработать, измельчить мясо, овощи. До состояния фарша? Да, 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 да. Есть вот такая еще эмульсионная насадка, благодаря которой вы сможете приготовить крем, взбитые сливки, домашний майонез. Ух ты! А вот это, кстати, здорово, потому что майонез иногда хочется, а хочется полезного варианта домашнего производства. И да, холодное масло. Вот, кстати, важно, чтобы оно было холодным. Ты серьезно? Да. Да, но оно же не взобьется. А, все будет идеально. В этом и есть рецепт крабла. Да, ну, нет. Да, ну, вот что, ну, не взобьется холодное масло. Сейчас мы все сделаем. А оно холодное? Давайте так, оно холодное. Потому что из нужного холодильника. Из холодильника Ханса мы его достали. Только правильная температура. Не вот эти вот какие-то режимы, знаете, там, первый, второй, третий, непонятно. Какая температура? Все получится у нас. А вот когда холодильник Ханса, там все понятно. Это правда. Ну, все, высыпай. Я готов спорить на деньги, что не сработает. Не буду этого делать с тобой, спорить вообще себе, знаете ли, опаснее. Ну, так вот. Уже пару раз проиграла. 90 граммов масла сливочного холодного. Все, теперь можно все смешивать и создавать крошку тестовую. Там около ста. Тут даже где-то 110. Окей, не страшно. Кашу маслом не испортишь. У нас есть насадка для замешивания теста. Вот, как это все происходит. Фиксируем чашу до щелчка. Затем фиксируем крышку. Я тебе говорю, не сработает. А, надо было масло на куски разрезать. Так было бы проще. Но, тем не менее, все произошло, как по мгновению волшебной палочки. То есть ты хочешь сказать, что у нас все получилось. Антонина, какова консистенция? Я бы, я предлагаю еще немножко перемолоть его. Давайте. А не будем добавлять ничего еще из муки или сахара? Если вы придерживались правильного громожа, я думаю, что все будет в порядке. А мы на глаз, честно говоря, да. Может быть, добавим еще ингредиенты. Ну что, уже почти готово. Я хотел поспорить. Хотел. Надо было. Надо было. Денег бы выиграла ты. Нет, вот именно. Ты бы проиграл, потому что все получилось. Но мне не жалко. Итак, состояние крошки идеально достигнуто. Мы убираем насадку. Бэйби. Крошка, крошка, какое у тебя сегодня состояние? Идеальное. Идеальное. Так, пожалуйста. Давай, давай. Вот оно как выглядит. Давай еще чуть-чуть. Хватит. Ну, я хочу, чтобы все уж наверняка, чтобы хватило нам на целую формочку. Что по температуре и по запеканию, пожалуйста. По запеканию это будет продолжаться примерно 20-25 минут. Температура духовки 200-180 градусов. Сами выбирайте в зависимости от вашей духовки. Ну, и, пожалуй, все. Отлично. А сверху, я так смотрю, что у нас тут в крошку перемолотые орешки. Он добавит вкус. А где орешки? Вот они. Ой, точно. Это миндаль. Я так понимаю, что там может быть любой орех по вкусу, правильно? Абсолютно. Слушайте, берите грецкий орех и не надо выпендриваться. Грецкий орех нормально. Кстати, с яблоком, с грецким орехом еще и корицей чуть-чуть его припорошить. Ой, да, кстати, другой вариант скрамбла. Крамбла. Да что ж такое-то? Я не знаю, что я сегодня скрамбл говорю. Не знаю, что это, ладно. Давай быстрее выкладывай. Давай я продолжу, расскажу еще, какие у нас есть возможности у данного комбайна. Значит, я рассказала про насадку S-образную. Насадка, которая смешивает тесто, мы уже продемонстрировали ее в работе. Есть также вот такой вот еще диск, который сможет измельчать, мелко натирать. Ну и если вы хотите начать утро со свежевыжатого сока, вы сможете приготовить его себе. Ага, отлично. Все, хорошо. Пожалуйста, одним комбайном все виды приемов пищи можно приготовить на день, в принципе. А вот ты попробуй с помощью этого комбайна приготовь жареное мясо. А, я думаю, что... А, все, все, поставил я тебя в тупик. А соус, допустим, какой-то можно же там будет? Конечно, вот эмульсионная насадка. Вы сможете превратить любую эмульсию, любой крем или ингредиенты в эмульсию. В общем, пока они там разбираются, можно для мяса жареное с помощью него готовить. Мы с вами отправляем крамбл наш в духовку. Ожидаем. Данный материал содержит элементы рекламы. Итак, на небольшой кулинарной сцене нашей кухни появляются красные перчатки. И не простые перчатки Ханса. Мы собрали драться, что ли, с тобой? Нет, нет. Мне надо подготовиться. Разве что за кусочек того произведения кулинарного искусства, которое мы сейчас будем доставать из духовки. Вот и проверим, насколько он хорош, стоит ли за него побороться. И насколько это произведение, да? Да. Ну, вообще, крамбл, судя по запахам, которые сейчас витают в нашей кухне, Антонина, подтвердите. Да, да, да. Судя по запахам, которые сейчас витают над Кишиневым, это может быть все что угодно. Нет, нет, нет. Так, вот он, крамбл, английский классический десерт, крамбл с бананом. Можно же приготовить различные его, другие версии. Антонина, и все это не без вашей помощи и не без помощи комбайна. Конечно же, я еще раз напоминаю, что сегодня всем дозвонившимся по номеру 022-264-102 наш чудо-комбайн от компании Daily Mana достанется со скидкой в 40%, то есть практически за полцены. Ой, прелесть какая. А смотрите, сколько в нем прекрасных блюд можно сделать. И нарезать, и почистить, и выжать, и взбить. Да, вообще все что угодно. Антонина, вам за полцены половина крамбла, а вот нам все остальное. Согласна. Ну что же. Готовьте разные завтраки. Дегустировать будем. И будет вам вкусно. Ну, а мы пока пробуем банановый крамбл. Приятного аппетита. Дима, а вот как ты отдыхаешь? А я не отдыхаю. Ага, а я думала, ты просто, знаешь, устал, прилег, поспал, вот тебе и отдых. А вот примерно так оно и получается. Вот поспал иногда 2 часа, иногда 3 часа. Как там, мне 20 лет, я выгляжу и чувствую себя прекрасно. А вот пользователи сети говорят, что расслабляться необходимо с фантазией. Этих креативщиков мы пронаблюдаем прямо сейчас. Это лучшие 12 секунд в моей жизни. Так, по мнению автора, назвала бы это видео собака. Не поленился даже специальную песню для нее придумать. Кстати, именно этот ролик с 7 миллионами просмотров считается основоположником жанра «Собака расслабляется в бассейне». Вы не ослышались, это действительно стало отдельным жанром на Ютюбе. Владельцы уверяют, их и учить ничему не нужно, они прекрасно все сами знают. Хотя давайте на чистоту. До людей, братьям нашим меньшим, в вопросах отдыха и релакса еще далеко. Но никто на всем белом свете не умеет делать, вернее, ничего не делать так же виртуозно, как человек. Без изобретательской жилки тут, конечно, не обойтись. Вот этот американец создал специальное ложе с горячим песком. Глядя на него, кажется, что ты никогда и не расслаблялся по-настоящему. Знаете, что почти так же хорошо? Бассейн с миллионом маленьких шариков. Знатоки уверяют, что они массируют буквально каждый миллиметр твоего тела, доставляя неземное блаженство. Сама я, если честно, еще не пробовала, но после вот этого видео точно захочу. Ну а если так лень, что даже двигаться не хочется, на помощь придут, конечно, гамаки. Кажется, человечество не изобрело еще ничего более точно подходящего под описание предмет расслабляющий. Влогер Сергей Трейсер даже решил провести в нем 24 часа не вставая. Небольшое уточнение приспособления он подвесил на высоте 200 метров. Наверное, чтобы никто не беспокоил. И приятного аппетита вам, если вы тоже кушаете, когда смотрите еще это видео. Кстати, эксперт уверяет, правильно лениться даже полезно. Вместо вечной спешки и еды на бегу с утра рекомендуется хотя бы 15-20 минут помедитировать. Ну или позалипать перед выходом на работу. Согласитесь, мы все иногда вот так выглядим. Даридушка у нас съест свою печеньку. И, по-моему, он хочет спать. А еще нужно обязательно устраивать себе дни расслабления и ничего не делания. Работа архитектора Евгения Продана была выбрана мэрией Кишинева в конкурсе «Идей. Городские персонажи» для художественного оформления подземного перехода на бульваре Негруцы. Всего конкурсу были допущены 5 работ. Автор победившей работы из Кишинева и по профессии архитектор. Окончил художественную школу живописи имени Щусева, а также учился в университете в Стамбуле. О работе, которая была представлена на конкурсе, Евгений Продан говорит следующее. Это для него был эксперимент. На него его вдохновила 7-летняя дочь, которую он всегда защищает, как и любой родитель. Зебра, спасающая жизни, должна появиться в подземном пешеходном переходе уже в сентябре этого года. Если кто-то из вас мечтал сыграть в «Титанике», например, или в любом другом классическом фильме... В «Крестном отце» хотели. Вот. Ты пришел ко мне в дом, но не проявил должного уважения. Ой, хорошо бы получилось. Во всяком случае, многие, особенно те, кто живут в Китае, могли бы это попробовать. Действительно, в Китае новый хит-приложение, которое позволяет вам стать участником какого-то известного фильма. Называется это приложение «Зао». Основано оно на работе нейросетей. Всего за три дня оно стало самой скачиваемой программой в китайском App Store. В чем же суть этого приложения? С помощью его пользователи превращают себя в кинозвезд, заменяя лица популярных актеров на свои. Для этого потребуется всего лишь фотография, хватит даже одного селфи, и около 8-10 секунд. И действительно, результаты впечатляют. Например, можно добавить себя в «Титаник», тем самым отобрав работу Леонардо Ди Каприо. Да, конечно, получается пока не идеально, но похвастаться подобными видео все равно хочется. Очень хотелось бы, чтобы и до нас дошло такое приложение. Ну, а еще, чтобы у нас действительно была возможность, может быть, действительно сняться в кино, а? Было бы лучше. В «Титанике», в продолжении. До такого уровня мы, может быть, и не дотянем, но… Ну, в конце концов, все, что могло утонуть, уже утонуло. Это правда. Интересно, какие возможности нам сегодня предоставятся, узнаем далее в астрологическом прогнозе. Овин, для того, чтобы было все хорошо, не залеживайтесь сегодня в постели и не переедайте. Постарайтесь активно двигаться, не напрягая чрезмерно сухожилия и связки организма. Телец. Телецам сегодня рекомендуется воздержаться от пафоса. Скорее всего, произойдет ситуация, в ходе которой появится шанс блеснуть эрудицией. Потешив свое самолюбие, повышается риск обрести новых завистников. Близнецы. Если чувствуете, что не справляетесь с эмоциями, то обратитесь за помощью и мудростью к старшим. На службе и дома лучше спокойно заняться важными текущими делами, нежели суетиться под мелочам. По возможности отложите дальние поездки. Рак. Отличный день для общения, выступлений, поездок и подготовки документов. С легкостью будут решаться многие мелкие проблемы. Лев. Займитесь своей внешностью, но не тратьте деньги зря, не поддавайтесь соблазну. Вы сегодня будете пользоваться популярностью у противоположного пола. Воспользуйтесь своим обаянием. Дева. Не делитесь лишней информацией, чтобы не вызывать зависть. Обратите внимание на проблемы детей. На работе есть шансы дополнительного заработка с помощью старших коллег. Весы. Сегодня вы способны горы свернуть, тем более, что все ваши действия будут своевременными и правильными. Прислушивайтесь к интуиции, и это вам поможет принять правильное решение. Скорпион. Скорпионов сегодня ожидает сразу несколько приятных событий. Высока вероятность возвращения человека, долгое время находившегося в командировке. Позитив предвидится и в профессиональных делах. Стрелец. Стоит заняться поиском поклонников и союзников, и вы их непременно обнаружите. Причем, возможно, даже среди своих недавних недоброжелателей. Можно посещать светские мероприятия, чтобы слышать массу комплиментов в свой адрес и завязать полезные знакомства. Козирог. Многие козироги в этот день не захотят тратить словарный запас на недалеких людей. Это правильный шаг, способный сберечь время, силы и нервные клетки. День пройдет без помех, если сосредоточиться на делах. Водолей. Это время подходит для обсуждения деловых вопросов, начала сотрудничества или смены работы. День хорош и для романтических встреч, и для объяснения в любви. Рыбы. Соизмеряйте свои желания и возможности. Если вы будете уравновешены, то добьетесь поразительных результатов в делах. Будьте деликатны и тактичны, особенно в общении с женщинами. Прилавки столичных магазинов переполнены фруктами и овощами. Порой даже не знаю, что, чтобы выбрать вкусненького для того, чтобы побаловать себя. Потому что фрукты, они же не только вкусные, но еще и полезные. В них содержится огромное количество витаминов, которые способствуют отличной работе пищеварения, да и организма в целом. Однако, осенью следует обратить внимание на те фрукты, которые помогут укрепить иммунитет перед зимой. О каких именно фруктах идет речь, расскажем далее. Добавить осенью в рацион пахчевые культуры – правильное решение. Тем более, что они скоро закончатся и нужно успеть ими насладиться. Арбуз прекрасно помогает снижать холестерин, очищает почки и кишечник. Дыня содержит в себе много витаминов и клетчатку. Плод полезен для очищения желудочно-кишечного тракта. Большую пользу иммунитету приносят и сливы. Плоды, особенно синие, содержат целый набор витаминов. Слива приносит пользу в профилактике болезней желудка и органов пищеварительной системы. Она выводит соли из организма, улучшает состав крови. Слива оказывает целебное действие при атеросклерозе, болезнях печени, сердца, почек, при гипертонии. Не стоит игнорировать и айву, ведь она тоже содержит витамины – В, С, Е. Душистый плод обладает общеукрепляющими, кровоостанавливающими, антисептическими и вяжущими свойствами. Айва благоприятно воздействует на психику. Бодрит, улучшает настроение. Слизь из семян айвы обладает обволакивающим, смягчающим, антисептическим действием. Прекрасно повышает иммунитет и виноград. Он полезен для профилактики сердечных приступов. Также его польза обнаружена при астме, несварении желудка, проблемах с печенью, хронической усталости. Виноград богат такими веществами, как антиоксиданты, и оказывает мощное омолаживающее воздействие на организм. Продукт помогает бороться с усталостью, депрессией, благотворно влияет на состав крови, повышает уровень гемоглобина. Очень полезна для организма и груша. Фрукт способствует снижению давления, улучшает обмен веществ и даже помогает бороться с лишним весом. Любители соков и компотов могут даже готовить эти напитки из груши, которые тоже укрепят здоровье. Яблоки также должны присутствовать в рационе. Особую пользу они приносят при употреблении их в свежем виде. Древние мудрецы даже говорили, что человек, который съедает каждый день по два яблока, никогда не будет болеть. В яблоках содержатся витамины В, С, Е, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновая кислота и пиродоксин. Этот фрукт укрепляет сосуды, помогает при авитаминозе, а также улучшает цвет лица. Люди, страдающие от проблем с пищеварением, могут употреблять яблоки в запеченном виде, добавив к ним орехи, мед и корицу. Содержащих витаминов, фруктов много. Все они заслуживают того, чтобы включить их в ежедневный рацион. Они очень полезные и совершенно не грозят лишними килограммами. Вкусной вам осени! Особая модификация автомобиля Bugatti, близкая к серийной, смогла разогнаться на известном немецком треке R-Lesson до 490,84 км в час. Почти 500 км в час на серийном автомобиле. Сколько, сколько? Почти 500. Это же скорость не самолета, нет? Нет, это не скорость. Самолеты летают чуть-чуть быстрее. Как заявили в компании, этот показатель является новым мировым рекордным скоростем. За рулем гиперкара находится гонщик Энди Уоллес. Эта модель Bugatti комплектуется 1600-сильным 7-литровым двигателем V16 с четырьмя турбинами. Автомобиль способен разгоняться до 100 км в час за 2,5 секунды. Его максимальная скорость в целях безопасности ограничена на смешных уже 420 км в час. Чтобы снять этот ограничитель, требуется специальный ключ, который позволяет увеличить возможную скорость до 450 км в час. Они стали выступать для других подростков под именем Том и Джерри. Их первый сингл под названием Hey School Girl пользовался успехом в подростковой среде и даже попал в национальные чарты. Саймон Энгар Фанкел. Дуэт 60-х годов, состоящий из американских музыкантов еврейского происхождения. В их записях смешались элементы трех стилей. Гармоничные вокальные партии в стиле церковного хора, госпел, использование электрогитар, звонкая акустика, а также лирико-философские тексты. Один счастливый случай на двоих прямо сейчас. В 60-е американские подростки обожали их даже больше, чем битлов. Десять грэмми. Невероятное количество хитов. Во времена, когда всюду царил агрессивный танцевальный рок-н-рол, бесхитростные добрейшие песни дуэта Саймон и Гарфанкел будто призывали остановиться и задуматься о важном. И прислушаться к звукам тишины. Саунд оф саленс. Эти двое простых ребят из Нью-Йоркского района Квинса никогда не были ни красавчиками, как Битлз, ни бунтарями, как Роллинд Стоунс. Тихие стеснительные мальчики, как же они стали суперзвездами, не имея ни харизмы, ни рок-н-ролльного шика? Ответ простой. Конечно же, счастливый случай. Пол Саймон и Арт Гарфанкел с детства были закадычными друзьями. Вот по этим улочкам Квинса они возвращались домой из школы вместе. Вместе, чтобы противостоять уличным хулиганам. А потом вместе, вместо того, чтобы гонять по улицам, слушали пластинки. Да и сами играли, как могли. И опять-таки, вместе. В школе их дразнили Том и Джерри. Очень уж они были нелепые, словно мультяшные персонажи. А мальчикам даже не обидно. Они создали свой музыкальный дуэт, да так его и назвали, Том и Джерри. И начали выступать на школьных вечеринках. Назло всем. Я был далеко не красавец. Но когда я стал выступать на сцене, мной тут же заинтересовались девчонки. Творчество – это ключ ко всему миру, понял я. После школы Пол и Арт пытаются всерьез заняться музыкальной карьерой. Подрабатывают на стройках, в ресторанах, а заработанные деньги тратят на запись песен. Талантливым ребятам удалось даже подписать контракт с маленьким лейблом звукозаписи. Но альбом с треском проваливается. И Арт решает – хватит с него. Он больше не будет неудачником и займется карьерой. Я поступил в университет, изучал архитектуру, историю искусств. Родители были счастливы. Наконец-то я взялся за ум. А вот Пол Саймон оказался упрямцем и решил продолжать. Он хочет уехать в Англию, чтобы попытать счастье на родине Битлз. Неуспех разделил лучших друзей. Мы постоянно ругались. Меня бесило, что Арт учится в колледже. Арт считал, что моя идея уехать в Англию – это идиотизм. Дуэт Том и Джерри фактически распадается. Увы, типичная история. Детская дружба не может длиться вечно. Но как же это больно – расставаться с лучшими друзьями и взрослеть. Но иногда судьба как будто подбрасывает шанс начать все сначала. И тут уж смотри и не упусти. У меня в университете был приятель Санфорд Гринберг. У него была глаукома, он ослеп. Год я был ему поводырем, читал ему учебники, помогал с домашними заданиями. И он окончил колледж с красным дипломом. А потом его мама пришла ко мне и протянула конверт, сказав, что я не имею права отказаться. Там было 500 долларов – гигантские деньги. Арт решил это точно на удачу. Позвонил Полу Саймону и предложил на эти деньги записать в профессиональной студии их новую песню – «Звуки тишины». Я согласился. Но, наверное, это был жест красивого прощания. Мы записали песню, и я уехал в Англию. Мне казалось, что я смогу начать там соло-карьеру. Только вот песню «Sound of Silence» кто-то взял на радио. А потом кто-то еще. А потом она стала звучать из каждого радиоприемника, из каждого автомобиля. Чудо? Мистика? А может, дело и правда в том, что песня родилась из благодарности за бескорыстный добрый поступок? Мне позвонил продюсер из Нью-Йорка и закричал – «Возвращайся! Дуэт Саймон и Гарфанкел на первых местах во всех хит-парадах. Срочно записывайте альбом». Какой дуэт? Какой альбом? Я был уверен, что уже нет никакого дуэта. Но он был. Саймон и Гарфанкел воссоединяются и становятся суперпопулярной группой. А потом еще и записывают саундтрек к модному фильму «Выпускник» про таких же школьников-неудачников, какими были они сами. И эта простенькая песня осталась в истории и звучит до сих пор. И вот примерно такого. Настроения вам сегодня желаем. На этом будем с вами прощаться. Этот день с вами начинали Таис Розумовская. И лучезарный Дмитрий Спиваков. Сегодня как-то не особо. После третьего. На, возьми. В общем, хорошего дня в продолжении. Чудесного, полного трудовых свершений. И героизма. Все, до завтра. Пока. До завтра. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином «Орсей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...